Здравствуйте! Вы смотрите экономические новости, подготовленные для вас компанией ИнстаФорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Вслед за правительственным отчетом о замедлении темпов роста промышленного сектора Китая подтвердили экономисты исследовательской организации Market Economics совместно с экспертами британского банка HSBC. В отличие от предыдущего отчета, в котором учитываются данные с наикруппнейших заводов, вчерашний рассчитывается на базе деятельности средних и малых предприятий. И все же, вне зависимости от размеров оборота предприятий, производство в апреле и там, и там растет уже не так быстро, как в марте. Согласно предоставленной информации, апрельское значение индекса деловой активности в ключевом секторе экономики Поднебесной снизилось с 50,5 до 50,4 пунктов. Аналитики были настроены более оптимистично, прогнозируя подъем PMI к 50,6 пунктам. Основная причина – замедление роста в снижении внешнего спроса. Такие слабые данные дают основания ожидать возврата экономического спада. Тем не менее, Китаю далеко до рецессии. Эксперты уже привыкли к позитиву, демонстрирующим Китаем. По причине негативных настроений инвесторов относительно перспектив экономического роста во втором квартале, фондовые индексы Китайской Народной Республики опустились к своим минимальным значениям с декабря прошлого года. Но новое правительство страны не собирается сидеть сложа руки. Ожидается, что уже летом будет предоставлен масштабный план по спасению китайской экономики. Будьте в курсе новостей вместе с компанией Инстафорекс. Всего вам хорошего!